Всем привет! Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь делать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. В сегодняшнем выпуске по вашим просьбам я решил рассмотреть недавно вышедшее интервью Дудя и рассмотреть и проанализировать как поведение Ройзмана, так и самого Дудя. В качестве анализа я рассмотрю те моменты и вопросы, которые являются наиболее насыщенными в плане реакций. Правдивости тех или иных слов нет моего личного интереса, поэтому с моей стороны я предоставляю значение тех сигналов, которые я увидел, а возможность делать на основе всего увиденного вывода я предоставляю вам. Автор двух книг о юморе и стендапе предлагает уникальную возможность по разминке вашего чувства юмора. Идеально для тех, кто хочет сделать свой первый шаг или сдвинуть себя с мертвой точки, привить себе новую полезную привычку смотреть на мир с юмором. Если вам интересно развитие этих качеств, то я вам советую пройти эту разминку. Ссылку я оставлю в описании. В силу моей политичности с такой личностью, как Евгений Ройзман, я не знаком. Поэтому я провел предварительный анализ его поведения в других интервью и передачах, чтобы определить его базовое поведение. Как он реагирует на те или иные ситуации, как ведет себя в спокойном состоянии. Это необходимо для того, чтобы отслеживать отклонения от базовой линии поведения и на основе этого делать определенные выводы. В большинстве случаев при ответе на вопросы у Евгении не было замечено каких-то явных скрытых сигналов. Где-то его невербальное поведение и слова соответствовали друг другу, только жесты придавали акценты его словам. Где-то реакции сигнала были очевидны. Когда он испытывал стресс, он этого не скрывал, когда вопрос был для него неудобен. Где-то скрытые сигналы все же появлялись, но они были в единичных случаях. А делать на основе этого какие-то конкретные выводы будет неправильно. Поэтому предлагаю рассмотреть те моменты, где реакция проявляется достаточно активно. У вас очень насыщенная жизнь сейчас, но прошлое у вас интересно не меньше. Есть некоторое количество легенд... Здесь можно заметить микровыражение и дальнейшее неудачное подавление улыбки. Смотрите, как он пытается поджать и поджимает губу в трубочку, сдерживая свою улыбку. Но далее она продолжает проявляться и уже сдерживать не получается. Оттягивается сначала один уголок рота, и затем появляется полноценная улыбка. Эта реакция может говорить как о смущении, так и о том, что вопрос был ожидаем и нежелателен. Дальнейшая реакция, когда он пристает на месте, это лимбическое бегство. Сигнал о намерении покинуть место. Про многие из них вы говорите либо уклончиво, либо не говорите вообще. Я хотел бы на некоторых из них остановиться. Для начала. Также о том, что этот вопрос носит нежелательный характер для Евгения, может говорить сигнал, который у него появляется далее. Поджатый и исчезнувший губы является признаком стресса и беспокойства. В данном случае это реакция на трудный вопрос, который вызвал негативные эмоции. Не обязательно, что человек в этот момент врет или пытается что-то скрыть. Возможно, то, что вопрос серьезно обеспокоил человека. Чтобы знать наверняка, почему возникла такая реакция, нужно копать в дальнейшем направлении, задавая уточняющие вопросы. Что, собственно, и делает Юрий Дудь. А за что конкретно вы сидели в тюрьме? Кража, мошенничество и ношение холодного оружия. А есть еще легенда, что не только за это? Ну, есть легенда. Здесь мы наблюдаем опущенный взгляд и голову вниз. Такое выражение сигнала, как правило, говорит о чувстве вины или стыда. Говорят, что вы сидели в том числе за то, что входили в доверие к женщинам и потом либо присваивали их имущество себе, либо продавали его. Это так? Да нет, это неправда. Конечно, это неправда. При отрицании происходят следующие реакции. Сведенные брови, напряжение. Отрицание головой происходит неполное и в перемешку с утвердительным. Эмблематическая оговорка, сигнал неуверенности в своих словах. Да нет, это неправда. Конечно, это неправда. И двойное вербальное повторение отрицания. Попытка придать убедительности своим словам. Да нет, это неправда. Конечно, это неправда. Как, например, в опросе про драку. За... эээ... Слушайте, ну это не драка была. Ну это не драка была. Это была не драка. Громкость голоса снижается к концу фразы, что также говорит о неуверенности в своих словах. Да нет, это неправда. Конечно, это неправда. Плюс, когда человеку пытается приписать или обвинить в том, чего он не совершал, и он точно в этом уверен, то, как правило, это вызывает возмущение и гнев у него, который мы не наблюдаем. Вы сейчас отвечаете так, что вам невозможно поверить. Нет, я говорю как есть. На этих словах мы видим эмблематическую оговорку. Он приподнимает плечи, что имеет значение, я не знаю. И демонстрирует ладони. В данной ситуации совместно с эмблематической оговоркой это значит, что человек хочет, чтобы ему поверили. Это не так. Ну подождите, ад. После того, как Юрий говорит, что это не так, мы не видим ни возмущения, ни отрицания в лице Евгения, а невербальное подтверждение головой его словам. Детально расписаны, в том числе с показаниями, фамилиями женщин. Это не показания, это из обвинительного заключения, то есть совершенно понятно. Но это, конечно, не так. Незавершенное предложение. Отсутствие заготовленных слов в свою защиту означает неуверенность в вопросе на данную тему. Когда человек чувствует свою правоту, то неосознанно его мысли генерируют массу ответов и фактов на все возможные возражения, которые он будет с радостью предоставлять в случае его обвинения, чего мы не наблюдаем в данной ситуации. Покусывание губ сигнализирует о нервозности в данный момент. Также, если обратить внимание на его руки, то они спрятаны под верхнюю часть ног. Такая поза говорит о дискомфорте или беспокойстве в данный момент. В некоторых моментах интервью эта поза подкреплялась корпусом, который был наклонен, и стопы в позиции старта. Такая позиция говорит о намерении покинуть место, что вызвано дискомфортом. Потому что был должен вам 5 миллионов рублей. Опущенная голова и глаза вниз, выражение чувства вины или стыда. Освободился мандат, и этим мандатом за 5 миллионов рублей вы готовы были поделиться. Перебирание пальцами рук, нервозность, беспокойство. Он, в общем, решил убить пенсионерку, который отжал квартиру предварительно стоимостью, предположительно, как раз те самые 5 миллионов рублей. Повторное выражение чувства вины, либо продумывание ответа на вопрос. Что вы для начала скажете на эти обвинения, Олега Кенева? Понятно, что эти обвинения, они ко мне не имеют отношения. Поднятие плеч, эмблематическая оговорка, несоответствие слов и жеста эмблемы. Мы эти показания выстраивали за него. Наклоненный корпус вперед, ноги в стартовой позиции. В данной ситуации тут скорее готовность отстаивать свою позицию, нежели желание покинуть место. На протяжении всего интервью у Ройзмана были повторные реакции стресса, которые проявляла вегетативно-нервная система через выдыхание воздуха. Вот, и просто... Это не обязательно было сигналом лжи. Просто тот или иной вопрос вызывал у него дискомфорт, переживание и беспокойство. Также признаком дискомфорта были сведенные брови и сморщенный лоб. Порой при ответе он чувствовал себя недостаточно уверенно, когда внутренние уголки бровей были сведены. Я говорил об этом в одном из предыдущих выпусков. Но такие брови очень часто появляются на лице у Евгения и входит в его базовое поведение, поэтому не всегда может означать неуверенность. Также в его базовую линию поведения входит и опущенный взгляд вниз, как некоторые комментаторы под видео на канале в Дудя решили, что это признак лжи. Теперь я хотел бы рассмотреть поведение Юрия. Юрий Дудь явно пытался надавить на своего собеседника, чтобы, по его мнению, вывести на чистую воду. И причиной его давления и порой слегка агрессивной подачи было желание получить полные ответы на вопросы либо личное негативное отношение к Евгению. Давайте рассмотрим эти моменты с точки зрения невербалики. Обратите внимание на его позу. Он сформировал ноги треугольником. Такую позу используют уверенные в себе люди. В данной ситуации это является признаком самоуверенности скорее. Такой жест уместно использовать, когда ты находишься в кругу друзей, например, с человеком, который ты чувствуешь себя на равных или же ниже себя. Или когда после продолжительного общения ты почувствовал взаимопонимание и комфорт с собеседником. Здесь же больше похоже на пренебрежительные отношения. Если мы возьмем в пример интервью, например, с Познером, то увидим, что подобная поза использовалась только на середине интервью и повторялась буквально пару раз. Что говорит об уважении и нет пренебрежительного отношения. Здесь же такая поза присутствует практически на протяжении всего интервью. Неискренняя улыбка и обвинение во лжи. Что вам невозможно, поверьте. Насмешка, скептицизм, выдвинутый подбородок с задиранием носа, демонстрация превосходства, уверенности и, как результат, надменности, только лишний раз подтверждает личное негативное отношение к Евгению. Посмотрите, что Юрий соблюдает дистанцию с Евгением. Он выбрал комфортную точку, скрестил руки на груди и вентрально отстранился от него. То есть повернул корпус в противоположную сторону. Что означает то, что ему не нравится общество его собеседника или разговор не доставляет удовольствия. Передняя часть нашего тела, которая называется вентральная, очень чувствительна к вещам, которые нам нравятся или не нравятся. Эта сторона тела является наиболее уязвимой, поэтому наш мозг неосознанно защищает, если чувствует дискомфорт или опасность. Отворачиваю или защищаю, в данном случае барьером из рук. Следующие сигналы могут говорить о личной заинтересованности в ответе на вопросы. Покусывают верхнюю губу, губы прячутся, что говорит о сдерживании негативных эмоций, и далее поджимаются. Им можно заметить микровыражение гнева. А тут появляется микровыражение отвращения. Верхняя губа приподнимается, а затем контролируется и маскируется с помощью надувания щек и скручивания в трубочку. Затем опять на миллисекунды появляется микровыражение перед следующими словами. Такие реакции могут говорить не только о личной заинтересованности, но и о том, что Евгений не дает ответов на поставленные вопросы и пытается всячески их избежать. И Юрий это раздражает. В свою очередь, во время следующей реплики Юрия, мы видим сигналы стресса и нервозности у Евгения, которые проявляются в покусывании губ, желании стряхнуть пыленки с ног, ноутрансформация в жест-адаптер и реакция вегетативно-нервной системы путем прочищения горла через покашливание. А на сегодня у меня все. А какие вы заметили невербальные реакции при просмотре интервью, о которых я не рассказал в этом видео? Пишите ваши варианты в комментариях. А если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и увидеть их самыми первыми, записывайтесь на онлайн-курс по профайлингу, который начнется уже практически через полторы-две недели, осталось буквально 20 мест. Самое главное, следите за людьми, не оставайтесь в руках. Скоро увидимся!